Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья говорит, что для вас этот год самое время овладеть вратами вашего будущего. Она хочет, чтобы вы захватили их. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеляний? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Синди, недавно вы побывали в Португалии. Вам удалось пообщаться с группой цыган. А затем вам показали человека с последней стадией рака. И что произошло? Это очень интересно. Действительно, в больницу попал цыган с последней стадией рака. Врачи хотели осмотреть его, чтобы понять, чем можно помочь. Когда мы приехали, нам сказали, «Это так печально, что нам делать?» Тогда мы возложили на мужчину платок, за который перед этим помолились. Это потрясающе. Вы возлагаете руки на платок, и в него проникает сила Божья. На следующее утро мужчине сделали операцию, но, сделав разрез, зашили все обратно, потому что опухоли внутри не было. Синди, вы известны как замечательный Божий ходатай. А что же конкретно делает ходатай? Ходатай — это человек, который больше молится за других. Хотя вы вполне можете ходатайствовать и за себя. Ходатай слышит Бога, он сидит в Божьем присутствии и принимает от Бога инструкции, как молиться за людей. Это очень важно. Вы можете молиться по спискам, за молитвенные нужды. У меня есть списки, за которые я молюсь каждый день. Также я молюсь за пять пунктов для себя. Но я хочу сказать, что очень важно молиться воинственными молитвами. Зачастую мы очень спокойны, когда молимся, это хорошо. Порой тоже так молюсь. Но я вспоминаю историю о Гордоне Линдсе. Я могу ее рассказать? Пожалуйста. Это потрясающая история. Я буду говорить прямо в камеру. Простите, вы упомянули одно слово. У меня не было возможности кое-что добавить, когда вы заговорили о молитве Гордона Линдсе. Это слово неистовый. Слышали такое слово когда-нибудь? Сейчас вы услышите его еще разок. Да, точно. В вашей жизни бывают времена, когда вы говорите «хватит, достаточно». Есть прекрасное испанское слово «баста». Оно означает «все, хватит, конец». Когда в нашей жизни внезапно происходит какая-то ситуация, вы вспоминаете. У меня ведь есть силы и власть, и я могу это остановить. Это сродни святому возмущению. Внутри вас что-то поднимается. Я называю это неистовым воинственным ходатайством. Мы просто говорим «Сатана, остановись! Баста! Перестань это делать!» Конец твоей власти и конец твоему правлению. Это потрясающая история. Просто потрясающая. В своей книге «Захватывая врата врага» я пишу руководство по воинственному ходатайству. Смелый подзаголовок, не правда ли? Но вернемся к истории. Однажды Гордон и Фрида были в поездке. Какая-то женщина услышала голос Гордона и спросила Фриду, жену Гордона, «Вы были в Шрефпорте в такой-то день? Молился ли ваш муж такими молитвами в такой-то и такой-то день?» Гордон всегда говорил, что все должны молиться, по меньшей мере, одной неистовой молитвой в день. Хотя бы одной. Возьмите это на заметку. Конечно же, Фрида ответила «Да», молился и добавила, «Мой муж всегда молился, как атомная бомба в момент взрыва. Он встает в пять утра и молится неистовыми молитвами, которые сотрясают ад и увеличивают население небес благодаря ходатайствам». Вот так он молился. Гордон... Гордон всегда так делал и был известен за это. Я считаю, что важно молиться с властью и провозглашениями. Я слышала, что вы также молитесь, Сид. Вы верите в это? Да, я читал эту историю о Гордоне Линдсе. Не забывайте, он верил, что вы должны молиться, по меньшей мере, одной неистовой молитвой в день. Если что-то, за что вы конкретно сердитесь на дьявола. Возможно, ваш ребенок не знает Господа, или ваш ребенок увлекся наркотиками. Я могу привести множество причин, почему вам нужно молиться неистовыми молитвами и быть злым на дьявола. У этой женщины есть еще один интересный аспект. И я хочу узнать о нем. Как я понял, сатана ненавидит, когда вы смеетесь? Да, это отлично, Сид. Это отлично. Я расскажу историю. Однажды я изгоняла бесов. Ну, это совсем неудивительно. Да, Сид, это великое дело. Итак, я изгоняла бесов и внезапно начала смеяться. Один из бесов проявил себя словами «Ненавижу этот голос». «Ненавижу этот голос». Я слышал этот смех по всему миру. Конечно, это означало смейся больше. Я продолжала смеяться еще и еще. Второй псалом говорит так. Живущий на небесах посмеется. Получается, вы смеетесь, радуясь только что достигнутому результату? Да, если Бог будет смеяться на земле, Он будет смеяться через нас, точно так же, как Он молится через нас силой Духа Святого. Это великое ходатайство. Вы рассказываете по всему миру, что стоит людям постигнуть молитву ходатайства, и они смогут предотвратить национальный коллапс. Приведите мне один пример. Абсолютно. Примеров много. О, есть один очень хороший пример. Я всегда говорю, людям нужно молиться за моего мужа Майка, потому что быть замужем за ходатаем – это совсем иная жизнь. Я всегда говорю ему, «Майк, твой венец крепче только потому, что ты женат на мне». Так вот, однажды я разбудила этого парня во время крепкого сна и сказала ему, «Майк, Майк, проснись! Готовится террористическая атака в самолете. Он только что взлетел. Мы должны прямо сейчас помолиться, чтобы этого не случилось». Он медленно открыл глаз, повернулся ко мне, вложил свою руку в мою, и мы стали молиться. Той ночью атаки не произошло. Я слышал много таких историй. Вы даже не представляете, сколько силы и власти доверил вам Бог. Когда я слышу слово «ходатай», я представляю человека, который молится за кого-то другого. Но знаете что? Если вы знаете, как ходатайствовать за других, значит, знаете, как ходатайствовать и за себя лично, за своих родных, за своих друзей, за свою работу, за свой покой, за все, что угодно. Ну, разве скучно быть ходатаем? Нисколько. Этого достаточно. Мы поймали дьявола, и мы скоро к вам вернемся. Хорошо, Синди, что вы имеете в виду, говоря овладеть вратами врага? Помните, в Бытие 22.17 нам было дано обетование. Бог сказал Аврааму «И овладеет семя твое городами врагов своих». Какие двери перед вами закрыты? Слово на этот год говорит в том числе, что Бог даст нам эти врата. К примеру, вам нужно было повышение. Дети не делают то, что нужно делать, либо вы просто чувствуете угнетение. Сатана пытается закрыть перед вами двери, и вы ощущаете подавленность. Это врата. Врата ваших эмоций. У нас есть власть во имя Иисуса открыть эти врата. Исайя 22.22 «Отворит он, и никто не запрет». Запрет он, и никто не отворит. Вы говорите, что мы должны ожидать ответов, когда говорим с Господом, и не сдаваться. А вообще, в чем это выражается? Нужно быть настойчивым в своих молитвах. И нужно делать кое-что еще. Сейчас время ускорения. Мы говорили о духовном ускорении, о том, что все совершается быстрее и быстрее. Когда вы молитесь, найдите время послушать Бога, услышать Его решение. Очень часто мы молимся за проблему, но не молимся с властью об ответе. Например, ваш ребенок во тьме. И это не Божья воля. Это ваше дитя, ваше семя. Поэтому мы говорим во имя Иисуса. Отец, этот ребенок был сотворен для славы. Это дитя было создано, чтобы творить великие дела. А когда вы так молитесь, сила Божия так явно была на вас? Да. Очень явно. Продолжайте. Я говорю как есть. Продолжайте, пожалуйста, потому что я очень и очень вдохновлен. Хорошо. Бог любит помазание. Так давайте это делать. Почему мы этого не делаем? Во имя Иисуса давайте все согласимся в молитве. Давайте сейчас встанем и заявим, что власть сатаны над нашими детьми, над нашими финансами уничтожена. Сатана, ты не можешь отобрать у нас наши мечты. Мы говорим, хватит, все, конец, баста. Это конец, и ты проиграл. Ты проиграл, а мы победили. Не знаю, как вы, но будьте внимательны. Смотрите, что вы сделали с аудиторией. Представляете, как они молятся дома? Я ходатай. У вас есть синоним к слову ходатай, и должен признаться, что слыша это слово, я прихожу в полнейший неописуемый восторг. И так вы называете это силовик. Точно. Расскажите, как вы были силовиком в Замбии? В Зимбабве. А, да, в Зимбабве. Да, тоже на Зе. Это прекрасная история. Она мне нравится, потому что я снова еду в Зимбабве. Там жил очень злой человек, Мугабе. Он долгое время жил в Зимбабве и не хотел уезжать. Мы собрали группу очень сильных пророков из 35 стран и начали молиться, чтобы Мугабе уехал. Мы говорили, это будет внезапно, это будет очень скоро, не позже, а очень скоро. Сид, я уже говорила вам, что в Хараре въехали танки и выдворили Мугабе из его офиса. Молясь, мы создавали новости. Затем мы стали провозглашать победу над другими диктаторами или правителями. Следующим был Зума из Южной Африки и он тоже уехал. Я собираюсь ехать в Южную Африку и мне сказали, что сейчас там президент христианин. Бог воссоединяет народы через воинственное ходатайство, через людей, которые готовы встать в проломе. Нам дана власть в имени Иисуса Христа. Помните, слово не говорит, что попросите связать на земле, я освежу. Это уже сделано. Власть дана нам. Господь дал нам ее, что мы свяжем на земле во имя Его. И знаете ли, это большая разница. Слышите, что говорит Синди. Да, она была с группой сильных мужей, жен Божиих. Вы говорите, я маленький, ничего не значу, я не справлюсь. Это может сделать даже ребенок. А расскажите-ка о вашем сыне. О, это удивительная история, Сид. Когда моему сыну было шесть, он как-то пришел домой и сказал, мамочка, я плохо себя чувствую. Опять же, очень важно различать духов. Был ли он болен физически, либо нужно было увидеть что-то духовное. Я распознала, что это духовно. Я спросила, Даниил, что тебе говорит Бог? Сейчас слушайте внимательно. Это очень важно. Очень. Он посмотрел на меня и сказал, мама, а президента могут убить? Об этом говорит шестилетний мальчик. Представляете? Я ответила, конечно, это называется политическое убийство. Он сказал, да. Я спросила, хочешь сейчас помолиться об этом? Он ответил, да. Дух Святой живет даже в мальчиках. Этот шестилетний мальчик научился позволять Духу Святому двигаться. Даниил начал молиться и говорил, что этого не случится, что это не произойдет во имя Иисуса. Вы были призваны стать силовиком Небесного Царства в борьбе с силами тьмы в вашей жизни и жизни ваших близких. Синди, у меня, признаюсь, есть одна проблема. Мы хотим о многом поговорить, но у нас мало времени. Если вы хотите увидеть продолжение этой программы, тогда вам нужно просто зарегистрироваться на нашем веб-сайте, и когда мы вернемся к вам снова, я хочу узнать, как овладеть вратами своего будущего и вашего будущего также. Надеюсь, вам будет крайне интересно. сна. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В моей левой ноге начали чувствоваться спазмы, были сильные боли в ноге. Иногда я мучилась от боли всю ночь, а на утро боль становилась совершенно нестерпимой. Казалось, мне уже ничего не поможет. Я включила вашу программу, в гостях был Крэйв Хилл. Я помолилась вместе с ним молитвой покаяния против проклятий и за то, что судила моих родителей. И боль сразу же исчезла. Спасибо, Господь. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Многие зрители свидетельствуют о чудесах, о знамениях и об исцелении. В результате просмотра ими программы «Это сверхъестественно». Я вырос в бедной семье, где ко мне жестоко обращались, где были наркотики, алкоголь, но Бог использовал вашу программу, чтобы убрать боль моего прошлого и дать мне новую надежду на будущее. Теперь я свободен и каждый день хожу в сверхъестественном от Бога. Если Бог коснулся вас, поделитесь вашим свидетельством на сайте, указанном на экране. По вашим словам, Бог проговорил к вам о том, что настало время овладеть вратами нашего будущего. Что это значит? Вы знаете, что у Бога есть судьба и план для всех нас. Некоторые люди, после того, как в их жизни произошло одно несчастье, за другим теряют надежду. Им кажется, что они никогда не восстановятся. Но нам нужно вернуться к Богу и сказать, каково же мое наследие, что мне следует делать. Не признавайте поражение перед врагом. Да, никогда не делайте этого. Да, не говорите так. Разное бывает. Порой ответы задерживаются, задерживаются и задерживаются. Нам нужно сказать, нет, я беру это назад, это мое, это было для меня, ведь это ваше наследие. Мы с Майком решили помнить о своем наследии и призывать то, что должно быть нашим. Например, семья Майка имела большие владения в Теннессе в нескольких округах. Кто-то их все проиграл. Мы преградили путь духу азартных игр и сказали, это богатство предназначалось нашим детям и детям наших детей. Сатана нас ограбил. Это врата врага. Даже с точки зрения поколений мы не должны говорить «как плохо». С тех пор, как мы начали так молиться, мы значительно преуспели. Сид, есть вещи, в которые мы верили долгое-долгое время, но так и не получили. Казалось, что ничего не работает. Затем мы осознали, что нужно пользоваться моментом, брать возможности, и тогда двери откроются. Я даже не в силах рассказать обо всех дверях, которые сейчас для нас открываются. это настолько масштабно. Мы встречаемся со многими президентами, многими людьми по всему миру, но врата еще шире, потому что мы пользуемся моментом, мы верим в это. Послушайте, я собираюсь перезаряжаться, пока не уйду к Иисусу. Не думаю, что в Библии что-то сказано о пенсии. Настало время научиться двигаться от сезона к сезону своей жизни. Возможно, вы всегда хотели поехать в миссионерскую поездку. Возможно, вы многое хотели сделать, но были заняты на работе, а теперь вы в Божьей армии. Теперь вы в Божьей армии и можете мобилизоваться. Вы сможете сделать очень много. Сейчас хочу к кому-то обратиться. Кто-то сейчас смотрит эту программу. Вы только что вышли на пенсию и не знаете, за что взяться. Господь говорит, открой глаза. Открой глаза. У меня есть дела, которые нужно сделать. Есть врата, которые нужно открыть. Тебе лишь нужно изменить свое мышление. Это особенное время? Да. Особенная пора, так? Да, точно. И что-то происходит, Бог что-то совершает прямо сейчас, да? Я чувствую это прямо в атмосфере студии. Я ощущаю это в аудитории. Я ощущаю это здесь, среди зрителей. Послушайте, помазание Бога изливается прямо через эти камеры в ваши дома, туда, где вы нас смотрите. Помазание Бога изливается на вас в преддверии поры неожиданностей, поры ускорения, всего того, что вы очень долго ждали. Это начнет происходить. Вы прикажете открыться вратам, которые были закрыты. Вы прикажете открыться вратам повышения. Вам просто нужно принять решение. Это программа для вас. Вы отряхиваете прошлое, стряхиваете разочарование и двигаетесь дальше в будущее. Синди, вы только что обратились к какому-то человеку, но сейчас многие другие люди говорят, у нее есть то, что мне нужно. Я скажу вам, что у нее есть. У нее есть практическое познание Бога. Я скажу вам, что у нее есть. Она слышит голос Бога. Она абсолютно ничего не боится. Я скажу вам, что у нее еще есть. В ней обитает живой Бог. Я гарантирую. Вы смотрите эту программу, потому что Бог нелицеприятен. если сейчас вы произнесете вместе со мной эту молитву, вы точно обретете то, что есть у Синди, и это может быть вашим. Вы обретете то, что есть и у меня. Вы обретете то, что есть у нашей аудитории в студии. Повторяйте прямо сейчас за мной. Дорогой Бог, я грешник. Я раскаиваюсь. И еще я верю, что кровь Иисуса Христа омывает все мои грехи. Это новое начало для меня. Я не оглядываюсь назад. Я чист. И теперь, когда я чист, я прошу, чтобы Иисус жил во мне и был моим Господом. Аминь. Недавно я брал интервью у Джеймса Голла. После этого ему пришлось бежать, чтобы успеть на самолет. Вот что он сказал, убегая. Сид, вы помолились с этой молитвой, которой я только что молился с вами в студии, и тысяча людей теперь рождена свыше и знает Иисуса. Хочу вам напомнить, что наш разговор Синди не окончен. Если вы хотите увидеть продолжение, просто зарегистрируйтесь прямо сейчас на нашем веб-сайте, адрес которого вы видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Майк Шриф. Знали ли вы, что в Писании свыше 7000 обетований? Вы знали, сколько из них для вас? Все. Абсолютно. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом и приготовьтесь пережить силу Божьих обетований. АСН онлайн сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению АСН. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.